Добрый вечер. Добрый вечер. Если я, можно, я начну два слова и всё просто, так сказать, больше организационно, чем настройку, но и тут, и тут, и тут. Я просто хотела сказать, что я, в принципе, так же, как вы все, потому что я только организую, вот, Янина нас настраивает, но ко мне за это время многие обратились с вопросом, что очень тяжело было настраиваться. Не получалось настраиваться, выбивало, и очень расстраивались от этого. Я могу вам сказать просто по своему опыту. Во-первых, я получилась так, мне повезло, я четыре месяца училась у Янины, и четыре месяца я настраивалась. Поэтому я понимаю, как вам было, это была настройка постоянная, это была постоянная работа, я каждый день настраивалась. То есть у меня уже была готовность, я уже молчу про все миллион курсов, которые я проходила со всеми настройками. Вот, поэтому это понятно, что это не так просто, потому что мы сюда пришли в эту жизнь, мы родились, помня эталонную чистоту, помня ее. Хотя мы и не все пришли с эталонной чистотой, но мы помнили состояние эталонной чистоты. И нам показывали миллион других вариантов, и мы забыли это состояние, поэтому его надо вернуть, это состояние эталонной чистоты. И поэтому нам плюс то, что происходит, мы кроме того, что мы набрали своих каких-то вещей, которые нас сдвинули с места. Но то, что произошло у нас месяц назад, это настолько нас потрясло, что очень сложно вернуться к эталонной чистоте, но это очень важно. Вот, и было очень интересно, мы с Яниной, я хочу с вами поделиться, мы с Яниной перед уроком этим, мы разговаривали, как и что, и как я себя чувствую, и как вообще я вижу это. Я предложила Янине, что я поставлю всю группу для того, чтобы нам было проще, я поставлю, чтобы легче была настройка, поставлю на схему магнитную, как я обычно ставлю, когда я работаю с людьми. Янина меня спросила, а ну проверь, вот ты сама, как ты чувствуешь? Я почувствовала, а потом я поняла, сначала я почувствовала, а потом я поняла, что это было неправильно. Я объясню вам мои осознания, почему неправильно. Потому что я хотела поставить на поддержку, на поддержку от слова «поддержать», то есть дать какой-то костыль кому-то, чтобы он держался, дать руку кому-то, чтобы он держался. То есть это опять опора вовне. Я, конечно, даю эту опору тем, кому нужно, потому что не все могут. Что мы здесь делаем? Мы учимся находить опору в себе. Янина начала с того, что эпоха гуру прошла. Мы сами себе гуру, мы сами себе источник. Мы сами должны понять, что такое мы истинные, посмотреть, где наш истинный свет и связаться с источником своим личным, ни с чьим чужим. И поэтому мы тут учимся быть самим себе опорой. И пример, как рухнули за одну секунду опоры, мы это видели седьмого числа. Мы это видели седьмого числа, как рухнули опоры на кого-то. Ну, ещё я хотела сказать, мы вообще должны настроиться на свой эталон и на эту элитную чистоту. Но на сознание, это меня Янина научила, на сознание спасателя, а не спасителя. Вот это вот именно есть разница в этом. И какой образ мне пришёл? Образ пришёл, когда есть фонари на дороге или на улице. Мы каждый зажигаем свой фонарь и ответственны за свой фонарь. И когда на дороге много тёмных фонарей, дорога тёмная. Наша задача каждому из нас включить свой фонарь. И чем больше таких фонарей будет, тем более светлой будет дорога. Это от меня.